Дорогие коллеги, участники нашего мероприятия, я Хлебникова Луиза Романовна, доцент кафедры УДАИКИ САИМГУ. С огромной честью представляю вам нашу конференцию, мы открываем нашу конференцию, международную научную конференцию после конца истории утопии конфликт на Востоке. И сегодня я имею честь отдать приветственное слово директору ИСАИМГУ, доктору исторической наук, профессору Алексею Александровичу Маслову. Алексей Александрович, пожалуйста. Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие коллеги, мои друзья. Действительно, всегда приятно открывать конференцию с неординарным названием и с неординарными участниками. Более того, несмотря на сложность названия конференции, это название как никогда актуально, учитывая те процессы, которые сегодня происходят в мире. И когда мы смотрим с точки зрения европейской логики познания и при этом переносимся и на, например, китайскую логику познания, то оказывается, что мы смотрим на одни и те же вещи абсолютно по-разному. И в этом как раз один из парадоксов понимания утопии и антиутопии в современном мире. Дело в том, что для, например, того же самого Китая то, что происходит сегодня в мире, это абсолютно стандартная ситуация и абсолютно развитие по восходящей. И, в общем, здесь никакого философского мышления и быть не должно. И рефлексия философии здесь отсутствует глубинным образом, в то время как присутствует желание реализовать сегодня именно здесь те потенции, которые исторически складывались на протяжении веков. Европейское сознание значительно более тонкое с точки зрения осмысления процессов. Мы знаем философию, мы знаем труды под названием «Закат Европы», но вы никогда не встретите, например, в Китае книгу «Закат Китая», потому что так китайская мышление и действует. И хотя нам кажется, что мы все ближе-ближе друг к другу, на самом деле, увы, это не так. И для нас очень важно понятие тонкости бытия, отсюда же и утопия, антиутопия в политическом и историческом смысле, как известный философ Библер часто цитировал другого французского философа Валерии о том, что Бог творит мир из ничто, но материал все равно все время чувствуется. Вот эта идея того, что нам все время хочется почувствовать тот материал, из которого соткано современное сознание, пожалуй, является мотивом для многих драм, размышлений и, конечно, конференций. И мне кажется, очень важно, что именно в этот момент мы размышляем над вещами сущностными, над вещами такими, которые связывают в единую философию, историю, культуру и, собственно говоря, нашу рефлексию всех этих процессов, что значительно важнее, чем теоретические размышления. Поэтому я еще раз благодарю всех тех, ну, прежде всего, Аркадия Минсончика Вильмана и многих других коллег, которые тщательно продумывали всю эту конференцию. Спасибо вам большое, коллеги, и желаю успешных дискуссий и неординарных подходов к вполне ординарным вещам. Спасибо большое. Алексей Александрович, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Я с огромной радостью и теплом передаю слово доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой иудаике, моему начальнику, потрясающему Аркадию Минсоновичу. Аркадию Минсоновичу. Спасибо огромное, Луиз. Я бы сказал, что Луиза на самом деле потрясающая, потому что она организовала это все. Мы только как бы участвуем. И спасибо огромное, Алексей Александрович, что вы сказали, очень важно, потому что действительно пора переходить от актуали-актуали к сущности. И вот говоря о сущности, я хотел бы опять, и то, что уже Луиза Александровна, Луиза Романовна только вот недавно нашла и со мной поделилась, появился на сайте Royal Hollow University of London, значит, центры исламских и западноазиатских исследований. Появилось объявление о том, что они организуют конференцию под названием «Утопия на Ближнем Востоке и вокруг». Значит, только недавно они повесили, и будет конференция в феврале 22-го года. Значит, сразу скажу, что я не обвиняю их ни в каком пладиате, хотя очень много из того, что они там написали, просто совпадает слово в слово с тем, что у нас написано, у нас разве что делеза нет. А так все то же самое. Действительно, идея, что она висит в воздухе. И вот это пребывание в воздухе удивительно, хотя бы потому, что еще лет 25 назад все торжественно праздновали как конец истории, так и конец утопии. С тех соображений, что утопии все были расстреляны в 20-м веке, все патроны расстреляны, значит, стрелять больше нечем. Все, дальше мы будем просто переживать горький опыт, и больше утопии у нас уже никогда не будет. И вдруг бабах, оно как бы есть еще, как есть. И хорошо бы подумать, что же это все-таки за зверь такое, вот эта самая утопия. Когда мы говорим об утопиях, мы, конечно, вспоминаем Томаса Мора, который это слово придумал, как бы место, которого нет, или же доброе место, что-то в этом роде. Но на самом деле, как и вообще, само понятие идеи, идеи утопии, конечно, придумал Платон. И придумал он его в самом демократическом, в самом либеральном, в самом креативном месте тогдашнего мира в Афинах. Но это самое креативное место Афины. Там приговорили к смерти учителя Платона Сократа. Эти Афины развязали фантастически страшную Пелопонезскую войну, которая обрушила и Афина, и вообще всю Грецию. И в этой ситуации Платон сидел и размышлял, как бы ему устранить партийную борьбу, и вообще какие бы то ни было партии. Как бы ему устранить какие бы то ни было конфликты в обществе, перенести войну вовне, потому что вовне она полимус, война внутри она стасис, то есть гражданское военноразделение. С этим пора кончать. Нужно консолидироваться, надо вводить единомыслие, надо вводить единодушие. И надо основывать государственный строй не на теории общественного договора, которую Платона провозглашает один из его учеников, а на абстрактных и априорных истинах. И прежде всего на истине добра. То а готов. И эта истинная добра никак не зависит от людей, ее дали боги, из нее исходит опять и понятие равенства. И вот это равенство, это добро воплощается у Платона, причем в страшненьких вещах, типа, допустим, изгнание поэтов, цензурование музыки и архитектуры, общности жен, ну и прочих вещей, которые могут показаться даже приятными. Вот эта платоновская утопия, Маркс ее определил как идеализацию египетского кастового строя. В какой-то степени оно, наверное, так и есть. Но опять-таки, возвращаясь к тому, что говорил Алексей Александрович, сама по себе утопия как таковая, возможно, она, скорее всего, она в Китае действительно всегда существовала, но понятие утопии как утопии, оно европейское. И это понятие утопии как утопии, оно флюктуирует именно в Европе. И именно в Европе 20-й век становится местом утопии, местом которого нет, распространяя в самые далекие места свои идеи вплоть до того же Китая. Тем не менее, уже в 21-м столетии мы присутствуем, мне кажется, при перемещении этой самой идеи утопии на восток, при строительстве уже откровенных утопий, особенно исламских, на Ближнем Востоке. При том, что, если вглядеться в это глубже, выясняется, что эти восточные утопии есть на самом деле сопротивление западной утопии, утопии либеральной, которая, опять-таки, наступает с другой стороны перед нами, в сущности, возвращаясь к Марксу, Энгельсу, Гигеле и прочим товарищам, диалектический процесс. И мне было бы очень приятно, я думаю, всем бы нам было приятно посмотреть, как этот процесс флюктуирует, по крайней мере, в теории, хотя на практике это созерцание не всегда приятно. И на этом я заканчиваю дозволенные речи и передаю эти речи своим коллегам, которые лучше меня знают историю Востока. Спасибо. Аркадий Бельцович, спасибо огромное. Сейчас имею огромную честь передать слово нашей дорогой Светлане Алексеевне Кириллиной, доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАИМГУ. Светлана Алексеевна. Спасибо большое, Луиза Романовна. Дорогие коллеги, я точно так же, как Аркадий Бельцович, от всей души рада приветствовать участников нашего научного форума с таким знаковым названием «После конца истории утопии конфликта на Востоке». Я хочу сказать, что вот эту уже вытрепещущую и будущую мысль тему Аркадий Бельцович предложил еще полтора года назад, задолго до Логовского университета. Но вот так получилось, что в пандемии в Несловесии необоримые коррективы во временные рамки реализации этого проекта. И, как мне кажется, в данном случае это произошло к лучшему, поскольку увеличившийся временной отрезок подготовки конференции, в общем, позволил нам сформировать исключительно представительное сообщество экспертов, которых привлекла и, я так скажу, вдохновила эта тема, исследователи различных специализаций, различных научных страсти и представители различных научных школ, центров и университетов, как отечественных, так и зарубежных. Это прекрасно видно из программы нашего сегодняшнего форума. Ну, а поскольку у меня есть всего несколько минут в рамках вступительного слова, поэтому позвольте мне очень кратко и пунктирно, исследуя по стопам Аркадьевича, обозначить значимость и содержательную сущность ключевой дефиниции, которая выяснена в тему нашей конференции, о сущности и важности ее, как вы уже услышали, сказал очень весомо Алексея Александровича. Само понятие утопия содержит в себе не только устремленность в будущее, она довольно часто является некой такой ностальгией по бескризисному и гармоничному прошлому, что, в частности, прекрасно инвестрирует миражи, реставрированные в новых исторических условиях института халифата, о чем, среди прочего, кстати говоря, и пойдет речь в нашем с Александром Львовом и Сафроновой Владимир Владимировичем Орловом докладе. И вот в этой ситуации с попытками нащупать пути восстановления института халифата после отмены османского халифата в 1924 году, мы, конечно же, имеем дело с утопией как синонимом желаемого, но уже несуществующего государственного устройства с образом иного, инакового будущего, которое не согласуется с новой социально-клитической реальностью. Утопия, конечно же, апеллирует к будущему, однако она не может создать реалистичный сценарий будущего. Она может нам предложить только некую схему, такую инструкцию по построению лучшего общества, альтернативного будущего. И в то же время для утопии по сути первостепенное значение имеет не будущее, а практика, прошу прощения, а критика настоящего. И поэтому она обращается к мифологемам, подчеркивающим значимость наполненного смыслом прошлого и привлекательностью шедших в небытие героических, славных исторических эпох. И, как отмечал, французский философ и социолог рубежа 19-20 столетий Джордж Сорель, я, конечно, радикальные политические взгляды Сорель оставляю в стороне, утопия, цитирую его, представляет собой продукт умственно труда. Это произведение теоретиков, которые, увидев и обсудив факты, пытаются создать модель, с которой можно будет сравнивать существующие общества, чтобы измерить заключенное в них добро и зло. И при этом я добавлю контуры этой модели, могут быть намечены лишь пунктирно в самых общих чертах. И наглядным примером, подтверждающим озвученной мною констатацией, а я, естественно, ограничу только одни примером, является нарратив изданного на рубеже 19-20 веков назидательного философского романа «Аля Эль Маддин Вальмаль» или «Религия, наука и капитал» или «Три города», который принадлежит Перу. Лидеры романтической школы арабской литературы Ливанцев Арахантуна. В этом романе его герой путешествует по трём утопическим городам, город религии, город науки, город капитала, где, по слухам, царит рай земной, наступает золотой век. Но вот эти иллюзии богодейности быстро рассеиваются, и разгул анархии выливает страшный пожар, который сметает все эти придуманные автором города с лица земли. И находящийся в куще событий герой-правдоискатель вместе с немногими оставшимися в жизнь берется за восстановление на пепеле еще очередной химеры, как он его называет, общество социальной гармонии на основе любви и братства. Но и новое вот это идеальное общество лишено у Фарахантуна каких-либо конкретных черт, о чём следит. туманное завершение по своему трогательного и наивного романа он пишет, не знаем, удастся ли нам когда-нибудь описать эту райскую жизнь подруга, которую еще не видела земля. Таким образом, мы видим, что утопия может быть представлена как недостижимой линии горизонта, которую нельзя пересечь, но которая может быть при этом видимо и как будто бы достижимо. То есть линии горизонта видно, но мы не должны себя обманывать по поводу возможности её достижения. Ну и, наконец, утопия может быть проанализирована как идеологический мобилизующий концепт в критических ситуациях. Об этом тоже будет идти речь на нашей конференции. А сама тема утопии и конфликта именно в афроазиатском мире важна и в теоретическом плане, о чём свидетельствует прекрасная тема выступления в сессии утопии-апокалипсис к истокам понятий. Тема эта сохраняет остроту на протяжении многих столетий. Это станет предметом обсуждения на сессиях утопии власти на Востоке, крушения утопии и других тематических блоков. Проблематика нашего форума как-то уже подчёркнуто, необычайно актуализировалась на нынешнем витке исторического развития. И на этом сконцентрируются докладчики, которые выступают на сессии. Две утопии одной страны, утопии на службе в политике и в Казахстанской войне и утопии международной проекты. И я бы хотела с разрешения Архангелья Солнцева уже в начале конференции адресовать, следуя за вами, Архангелья Солнцева, слова благодарности команде и оргкомитета за их удивительно неподдельный эфизиазм профессионализм, ну и особенно Луиза Романа Хлебника, которая вложила в организацию нашей конференции немереное количество сил, энергии и креативности. Друзья, нас ждут два дня интенсивной работы, прекрасных презентаций, дискуссий. Я всем вам желаю успешной продуктивной работы и, самое главное, истинного интеллектуального наслаждения. Спасибо большое. Ивана Алексеевна, спасибо вам огромное. Очень ценю ваши добрые теплые слова. Спасибо огромное. Сейчас передаю слово прекрасной Александре Львовне Сафроновой. Александра Львовна, доктор-источек наук, профессор, заведующий кафедрой истории Южной Азии из САИМГУ. Александра Львовна, слово вам. Большое спасибо. Дорогие коллеги, меня слышно? Очень хорошо. Да. Дорогие коллеги, я с удовольствием присоединяюсь к предложению поблагодарить Аркадия Бенционовича за плодотворные идеи, столь необходимые нам для общего единения в творческих совместных разработках. Предложенная тематика представляет взаимный интерес для востоковедов-историков, изучающих различные региональные традиции Востока и современный афразиатский мир. Спасибо огромное Луизе Романовне и всему оргкомитету за такую кипучую деятельность по воплощению конференции в жизнь и неподдельный интерес. Утопии, создающие альтернативную реальность, пронизывает всю историю человечества. Одни уводят нас к золотому веку, другие обращают взор к грядущему, третьи настраивают на создание проектов по построению идеальных общественных систем непосредственно в настоящем. Есть трансрегиональные проекты, такие как, например, «Халифат» — тема, к которой наш авторский коллектив обращается в сегодняшнем докладе. Есть идеи, порождаемые конкретными цивилизационными очагами. И, конечно, для нас огромный интерес представляют прежде всего незападные утопии. Вот, например, Ближневосточный регион, на котором сегодня сосредоточено наше внимание. Огромный интерес в этом отношении, конечно же, представляет Китай, дающий нам ярчайшие образцы подобного рода явлений. Ну, и близко мне больше всего Индия, наш цивилизационный очаг. Например, вот индийская интеллектуальная традиция склонна вообще к утопическим мировоззренческим построениям с древности. Шастры и сутры демонстрируют нам недосягаемые отточенные образцы эталонной и эталонного совершенства. Артхашастра, модель идеального государства и государственного управления, Манасара Шильпашастра, модель идеального города, наконец, Камасутра, модель идеального супружества и эротического совершенства. В 20 веке это Рамраджья, царство Рамы и Сарвадая, общество всеобщего благоденствия у Ганди. Это идея создания большой Индии в масштабах всей Южной Азии как постколониальное конфедеративное государство, воплощающее мечты освобожденных народов субконтинента. Это идея государственных образований, таких как Халистан или Табил-Элам гипотетический. Это, наконец, очень интересная идея Ауравиля, города рассвета, города эксперимента, который строится с 1968 года близ Ашрама Аурабинда Гоша в Пандишири, воплощающая мечты об интернациональном сообществе вне политики и религиозных предпочтений. Такого рода идеи буквально рассыпаны по всему Востоку. Я привела лишь немногочисленные примеры этого. Уверена, что нас ждет много неожиданных открытий и новых поворотов, казалось бы, хорошо уже изученных сюжетов. Мне кажется, что эта конференция должна продлиться не два дня, а должна быть как-то пролонгирована в будущем. Успехов всем участникам, большое спасибо за внимание. Александра Львовна, спасибо вам огромное, спасибо большое. Коллеги, участники нашего мероприятия, мы его открыли. Спасибо всем большое, кто сейчас с нами, и кто, надеюсь, останется два дня нашей конференции. Наша конференция, наше мероприятие проводится при поддержке фонда Генезис. Спасибо огромное фонду Генезис. И я думаю, то, что мы должны перейти к первой сессии нашей конференции. Первая сессия нашей конференции «Утопия, антиутопия, конец времен на рубежах столетий». Модератором данной сессии выступит мой дорогой коллега Парижский Семен Георгиевич, кандидат биологических наук, доцент нашей кафедры иудайки. Семен Георгиевич передаю бразды правления сессии вам. Спасибо. Спасибо. Мы так бодро открыли конференцию, что даже чуть-чуть больше времени у нас на эту сессию. Мы чуть-чуть раньше начинаем. Но это хорошо, потому что практика показывает, что обычно времени не хватает. У нас три доклада, причем один доклад это со-доклад из трех докладчиков, что будет интересно. Первый доклад у нас это Аркадий Бенцанович Ковельман, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой иудайки САМГУ. Называется доклад «Три разговора Владимира Соловьева Апокалипсис против утопии». Пожалуйста, Аркадий Бенцанович. Спасибо, Семен Деоргиевич. Я начну свой доклад с Запада. С такого Запада, который на самом деле между Западом и Востоком, и который стоит перед утопией с некоторым испугом. И речь пойдет у меня о фантастическом, мистическом, фантастическом произведении великого русского философа Владимира Соловьева, написанном при уникальных обстоятельствах. Он написал его в последний год своей жизни, закончил на Пасху перед Пятидесятницей, которая должна была по его мысли и по традиции христианской означать наступление восьмого дня творения, то есть полный апокалипсис. И этот год, в который он умер, он успел увидеть эту книгу и затем умереть. В этой книге он, по сути дела, сжигает почти все, чему он поклонялся. А чему он поклонялся? А поклонялся он добру. Его как бы книга, написанная незадолго до трех разговоров, о которых у меня пойдет речь, в 96-м году, извините, я не сказал, что вот эта книга «Три разговора» была написана в 900-м году, вот прямо перед его смертью. А в 96-м году он издал книгу, которая называлась «Оправдание добра». и это фундаментальная книга, такая толстая, рационалистическая, и то добро, о котором он там говорит, это в сущности вот это и есть платоновское понятие добра «Тоагатон». Почему это добро надо было оправдывать? Ну, по тому же самому, почему надо было оправдывать Бога? То есть, если оправдание Бога – это теодицея, то это что-то типа «Агатодицея», оправдание добра, потому что в мире чего-то добра маловато. И чтобы оправдать добро, ему пришлось выстроить то, что уже было в сущности выстроено от его времени, теорию прогресса. Выясняется, что добро как таковое не может быть установлено вот так, как предлагал Платон в один прекрасный момент сразу в виде построенной утопии. Оно должно постепенно внедряться, несмотря на то, что оно априорно. Пример такого постепенного внедрения добра он берет из Библии. Когда Аврааму было приказано Богом якобы пойти и принести своего сына, единственного любимого, в жертву, Авраам вот прямо буквально решил это все исполнить, занес нож над отроком, если бы руку его не остановил ангел, он бы его зарезал. То есть Авраам с точки зрения Соловьева, он как бы был хорош тем, что он слушался Бога, и это правильно, но плохо, потому что при недостаточном понятии о том, что содержится в виде добра, пра-отец Авраам принял решение заколоть своего сына. То есть понятие у него было недостаточным. И только постепенное развитие этого понятия добра, оно приводит к торжеству добра. Наш разум находит как добро в человеческой природе и как он это естественное добро развивает и расширяет, возводя его до знания всецелого нравственного совершенства. И в конце истории нас ожидает вот это самое значение всецелого нравственного совершенства. Естественно, что все это взято при том, что это религиозное казалось бы мышление, все это взято из теории позитивизма Джона Стюарта Милля от Адюста Конта вот такое вот добро. И вот накануне смерти он сжигает все это и изображает историю как абсолютно лишенную прогресса как морального так и любого другого политического и лишенную Бога. Бога нет в истории он находится по ту сторону истории и обнаруживает себя в апокалипсисе в катастрофе после истории. И вот для того чтобы рассказать об этом он выбрал как раз платоновскую форму диалога три разговора в которых участвуют четыре человека. Один это некий князь который транслирует идеи Толстого о непротивлении злу. Другой генерал который с ним спорит третья это дама некая которая колеблется между другими персонажами далее имеется политик который изображает видимо кого-то типа Витте и одновременно самого Соловьева до того как он написал это произведение и идеи самого Соловьева на момент написания произведения выражает некий господин Зетт в первых разговорах речь идет как раз об этом самом непротивлении злу насилия в пример приводится генералам противления злу насилия то что башебузуки сделали на Кавказе с армянами во время русско-турецкой войны 77-78 годов я не буду рассказывать сейчас что они с ними сделали кровь стынет в жилах и напомню только что приблизительно то же самое они делали в Болгарии во время апрельского восстания и затем русско-турецкой войны из-за чего султан был вынужден под давлением европейских держав этот самый корпус башебузуков расформировать далее политик возражает против позиции генерала что надо расстреливать этих башебузуков и говорит ну вы расстреляли этих башебузуков и что же это только усугубило резню на том же самом Кавказе тех же самых армян все стало еще хуже на самом деле надо довериться прогрессу прогресс ведет нас к тому что войн у нас скоро не будет совсем или же они отпрянут куда-то на периферию в Азию в Африку в Европе войны невозможны кстати сказать это же утверждал и сам Соловьев в своей книге оправдания добра он писал о том что страх перед войной так велик что все эти вооружения гигантские которые мы сейчас видим они просто приведут к тому что войны не будут заметим что это писалось за 14 лет до первой мировой войны вот прогресс приведет постепенно к возобладанию добра все будет замечательно и здесь в дело вступает вот этот самый господин Зетт который в последнем разговоре зачитывает книгу некую написанную покойным на данный момент отцом Пан Софи и это апокалипсис поставленный на месте утопии о чем же говорится в этой книге сначала рассказывая о будущем отец Пан Софи говорит о не более не менее как не более не менее как о пробудившемся исламе в Западной Африке Северной и Средней Африке огромную роль в данном случае с его точки зрения будет играть братство Сенуси или Сенусия каковая как известно представляла собой суфийский дарикат и в котором он видел вот признак некого возрождающегося халифата попытки опять ислама завладеть миром мы знаем что он несколько ошибся что это самая Сенусия оказалась не худшим движением в исламском мире что она поддерживала англичан во время их борьбы с немцами и с итальянцами и что как раз на суфиев синусийских обрушились салафиты братья-мусульмане в том числе а также Каддафи но тем не менее он не вполне ошибся потому что это самое движение исламское пробудившегося ислама в Западной Азии Северной и Средней Африке оно таки впоследствии имело место что трудно было предугадать в 1900 году за этим у него грядет нечто еще более страшно под еще более страшным он имеет ввиду панмонголизм по Тимми Диконам не ласкается луханом этот самый панмонголизм с его точки зрения пробудится под влиянием опять-таки европейским под влиянием пангерманизма панцлоинизма панэллинизма и прочих европейских движений и инициаторами выступит японц который попытается создать сферу сопрецветания каковую они как известно пытались впоследствии создать и начнут с того что убедят китайцев убрать их старую династию бахдэханов и на ее место поставить другую прогрессивную японскую которая будет усваивать европейские технические достижения с целью подчинения и завоевания мира японцы китайцам убедят Россию в том что их жертвой должна являться Индия и что они будут двигаться в направлении Индии вспомним теперешние страхи индийских дипломатов и военных насчет China dominated world но ударят китайцы вовсе не по Индии а по России и пойдут на Урал и далее на Запад русские попытаются сопротивляться в Манчжурии но будут разбиты это писалось за 4 года до русско-японской войны немцы успеют подготовиться и разобьют один из китайских корпусов но тут возбухнут французы и ударят немцам в тыл так что китайцы завоюют Германию а потом вырежут французов которые проникнут на территорию Германии англичане откупятся вот такая совершенно страшненькая штука которая впрочем кончается благополучно потому что в Европе начинается движение против оккупации которая постепенно приводит к освобождению Европы и к построению Соединенных Европейских Штатов Соединенных Штатов Европы Вообще говоря идея Соединенных Штатов Европы была в те времена чрезвычайно популярна опять-таки вспомним что в 15-м году Ленин писал статью про эти самые Соединенные Штаты Европы но я бы отнес начало этой самой идеи выраженной буквально так к 18-му веку к знаменитому знаменитой книге великого английского историка Эдуарда Гиббена который писал как раз о соединении государства и States of Europe и категорически против этого предостерегал указывая при этом на судьбу Римской империи которая собственно и представляла собой такое Соединенное государство в котором вся инициатива и вся самодеятельность масс была передана единому правительству и поэтому когда из степей Азии надвинулись гунны то все рассыпалось потому что это единое правительство при отсутствии поддержки инициативы масс просто рухнуло вся эта бюрократия европейская да единая как бы мы сейчас сказали она обнаружила свое полное бессилие а напротив писал Гиббен сейчас если двинутся вот эти варвары от монгольских степей то сначала они встретят суровых русских крестьян потом многочисленные немецкие армии потом бравых французов а там и мы англичане подключимся и в крайнем случае все уплывем в Америку но после того как европейцы освободились от китайцев после этого эти Соединенные Штаты Европы превращаются в империю во главе которой встает некий талантливый симпатичный и креативный человек крайне либеральный который провозглашает себя императором и он как раз и выдвигает вот эту самую продвигает идею добра с одним только нюансом что это добро исключительно для его пользы в конечном счете и он сын дьявола то есть антихрист вот этот самый антихрист ставит себе целью объединения всего человечества это ровно та цель о которой всю свою жизнь до этого писал Соловьев он и является выражением сущности идей того же самого Соловьева до 1900 года ему это практически удается свою столицу он переносит в Иерусалим который является тогда также столицей автономного еврейского государства написано за 48 лет до создания государства Изра в этом самом автономном еврейском государстве в Иерусалиме происходит всеобщий конгресс объединения религий избрания нового папы римского является некий волшебник Аполлоний имеется ввиду Аполлоний Тианский второго века то есть первого века нашей эры значит вот этому сопротивляется старый папа римский Петр второй лютеранский священник Паули и русский монах Иоанн ну естественно перед нами апостол Петр апостол Павел и Иоанн Дилист Иоанн богослов значит в результате злокозных действий Аполлония двое из этих трех то есть Иоанн и Павел погибают а оставшиеся верные бегут в Иерихон во главе с Павлом но тут совершается неожиданно евреи которые до этого поддерживали самозванца антихриста как мессии вдруг выясняют что он не обрезан и до такой степени у них сильно разочарование что они выстают против него и начинают войну причем начиная с таким ожесточением что все видят наконец цитирую что душа Израиля в глубине своей живет не расчетами и вожделениями Мамона а силой сердечного чувства упованием и гневом своей вековечной веры им удается на какое-то время победить но дальше антихрист собирает великую армию и должен совершиться армагеддон естественно на севере Израиля где стоит гора Мегинда на этом месте однако на небе появляется лик жены двое убиенных воскресает и вся толпа верных идет в горе Сиома а развергшаяся земля поглощает антихриста и его войск вот собственно говоря о чем рассказывает самый Соловьев в своей загадочной книге я бы хотел здесь остановиться не на его конкретных предвидениях которые сами по себе удивительные а на общие идеи которые гораздо актуальнее даже чем эти предвидения идея это состоит в том что надежда на нравственное социальное и как бы политическое совершенствование есть идея иллюзорная что я доказал в сущности 20-й юг это иллюзорная идея и каждый раз когда человечество пытается к этой идее прибегнуть каждый раз когда оно пытается на нее опереться оно приближается к апокалипсису простите оно приближается к концу времен что мы в 20-м веке и наблюдали и то что происходит на рубеже этого конца времен то что произошло например в 1945 году гораздо более похоже на чудо чем на естественное развитие событий я как бы не стою на точке зрения фидеизма и не призывая немедленно покаяться и уверовать я просто говорю о том с какой осторожностью мы должны подходить к традиционным вот этим вот прогрессистским верованиям в конец истории собственно даже и бессмысленно сейчас призывать к этой осторожности поскольку мало кто уже будет сейчас писать и говорить о конце истории о чем надо безусловно думать надо думать о той диалектике которая вот существует у нас в историческом пространстве на западе и на востоке мы видели это в последние несколько лет в последние несколько лет с 2015 года в особенности просто в полном расцвете и в полном действии ну вот на этом я закончу и думаю что коллеги гораздо лучше меня скажут о том что действительно происходит спасибо за внимание спасибо большое Аркадий Бенционович я так понимаю что мы договорились что у нас будет время в конце сессии на вопросы и обсуждения поэтому если у вас возникли какие-то вопросы или ремарки по докладу Аркадия Бенционовича то запишите их пожалуйста и мы все это обсудим в конце нашей сессии сейчас у нас предстоит такой тройной доклад который называется халифат вне империи дискуссия об идеале власти на постосманском пространстве и докладчики это Светлана Алексеевна Кириллина доктор исторических наук профессор заведующий кафедрой истории стран Ближнего и Среднего Востока и СМГУ Владимир Владимир Викторович Орлов доктор исторических наук профессор кафедры истории Ближнего и Среднего Востока ИСАМГУ ведущий научный сотрудник Центра Арабских Исламских Исследований Института Востоковедения Иран и Александра Львовна Сафронова профессор доктор исторических новых заведующих заведующих кафедрой Южной Азии ИСАМГУ И Я Светлана Алексеевна Александр Львовна доверили мне донести наши соображения и некоторые идеи до честной публики Я сейчас попробую запустить презентацию надеюсь она пойдет Да Должно все работать Сейчас попробуем Коллеги видно более-менее Да идеально Прекрасно Дорогие коллеги я представляю в этом сообщении результаты коллективного научного проекта который осуществляется Светлана Алексеевна Кириллиной Александра Львовна Сафронова и вашим покорным слугой начиная с 2018 года проект посвящен истории и идеологии халифатизма течение общественной мысли которая бурно охватила мусульманский мир после упразднения институтов халифата в Турции в 1924 году Поскольку попытки или хотя бы идеи буквального возрождения средневековых норм политики и морали в 20 веке бесспорно можно отнести к идеям утопическим то замысел и выводы нашего проекта нам показались коллегами созвучными по ссылу нашего сегодняшнего собрания начать этот разговор наверное хотелось бы с того что крах Османской империи и внезапное превращение ее митрополии в республиканскую Турцию стало настоящей подлинной исторической драмой как для мусульман бывших подданными Стамбула так и для их единоверцев находящихся за пределами имперской Османской территории всего за несколько лет Мустафа Кемаля Татюрк разрушил не всегда удобный но зато очень привычный для мусульман суннитов Ближнего Востока геополитический стереотип мы бы с коллегами назвали его империя зонтик дырявый порванный в чем-то с ржавыми спицами но все-таки выполняющий защитные функции это данная Аллахом такая тактика и стратегия защиты от неверного европейца была империя у нас мусульман и нет у нас теперь никакой империи а есть Ататюрк который нас защищать не собирается полагает что Турция имеет совершенно особый путь и вообще идет навстречу западу вот в межвоенные годы таким образом исторически сложившееся понятие халифата имеющие колоссальную историю окончательно расподобилось территориально политическими реалиями мира ислама и в ответ среди мусульманских интеллектуалов и политических деятелей того времени начало сначала постепенно а потом все быстрее распространяться массовое желание вернуть халифат Ататюрк погубил халифат или по крайней мере был прозектором халифата разделал его и констатировал его смерть теперь очевидно халифат должен вернуться и даже воссоздаться если нужно то вне османского культурного и географического ареала и по сути вот обращаясь к замечательным идеям сегодня уже озвученным и в обведении Аркадиям Аркадиям Меценовичем да можно сказать что после 1924 года сама идея халифата в мусульманском мире обретает все более и более полноценные черты утопии а идея халифата становится даже элементом самоидентификации мусульманской общины и хотя пусть даже в 20-х и 30-х годах прошлого века халифат утратил историческую конкретность он остался центральным принципом исламской доктрины власти можно сказать и по-другому на умозрительные идеи халифата начинают сосредоточиваться новые поиски форм мусульманской общности если не империя если не османы если не моголы то что объединяет мусульман и так чтобы запад тут был ни при чем думается что понятие халифата как в общем наверное и все утопии носило весьма универсальный характер с одной стороны размышления халифатистов были обращены к идейному наследию средневековья поскольку представления о роли халифа о важности нужности халифа задачах и границах его ответственности перед общиной всегда служили предметом оживленной а порой ожесточенной дискуссии среди мусульман и в средние века и в новое время и в настоящий момент порой эти дискуссии оказывали серьезное влияние на интеллектуальную историю мусульманской уйкумены с другой стороны надежды на возрождение халифата были не теоретическими и не умозрительными а они выполняли среди мусульман функции этакой модной нынче слова скрепы такого религиозно-политического клея который оказался актуален для своего времени для межвоенного периода и в этот момент и после второй мировой войны и вплоть до сегодня сущность халифата очень часто связывается с идеей самоуправления мусульман окрушение халифата ослабление его конструкций с морально-нравственным отступлением исламского мира перед неверным враждебным и порой открыто ненавистным западом такое смешение светлого облика халифата со стереотипами антизападного отпора очень успешно дожило до наших дней и по сути то что я сейчас постарался описать это и есть ключевой сюжет изощренной пропаганды исламского государства экстремистской террористической организации запрещенной как в нашей стране так и за рубежом можно много говорить о том насколько ИГИЛ удалось построить халифат был ли он ущербен насколько он реализовался как политическое объединение насколько он был способен содействовать нуждам и страданиям мусульман в Ираке Сирии и некоторых других территориях но факт остается фактом сама конструкция халифата сама умозрительная идея остается как утопический такой вот сигнал маяк по-прежнему очень привлекатель сложных и быстро меняющихся условиях межвоенного ближнего востока главным вызовом для философов и теоретиков стало доказательство необходимости существования халифата в условиях 20 века но доказать существование это пол дела гораздо важнее была выработка и воплощение в жизнь таких принципов его построения которые бы годились для условий 20 столетия и вот эти попытки если можно так выразиться приземлить утопию они породили бурную полемику во многих землях мусульманской эйкумены здесь стоит сделать еще одно замечание успех республиканизма ататюрка его прозападный подчерканто светский в каком-то смысле антиисламский дискурс обнажили также и фиктивный характер властных претензий имперского Стамбула очищаясь от османской имперского флера халифатизм спонтанно приводил мусульман разной этнической принадлежности к ощущению субъектности исторической своей собственной исторической субъектности это в свою очередь сыграло заметную роль в становлении этноконфессионального сознания нарождавшихся или только народившихся афразиатских наций впрочем как более или менее показывают наши изыскания оказалось верным и обратным региональные особенности и факторы развития халифатистского движения часто были обусловлены спецификой политической или интеллектуальной культуры разных частей мусульманского мира если взять для рассмотрения ближний восток и северную африку то здесь институт халифата занимал в размышлениях интеллектуальной элиты прочное место еще во второй половине девятнадцатого столетия идеологи движения новых османов ратовали за либерализацию османской державы и несмотря на весь либерализм полагали что османская государственность стоит на двух фундаментальных основах на исламе и на халифате как его политическом воплощении и духовном тем более в то же время набирала силу и арабская патриотическая мысль и пропагандисты идей арабского возрождения критиковали отуреченный ислам критиковали халифат османов заявляя что именно потому что это не арабский институт он и не вполне легитимен халифом должен быть курешит соплеменник пророка но никак не турок более того они еще в османскую эпоху начали присваивать утопической халифатской идее я бы сказал транс региональные черты вот например такой яркий мыслитель как Джамаль Аддин Аляфхани писал о том что мусульмане не имеют никакой истинной национальности кроме своей религии и вот эта связка между религией и национальностей то что братья мусульмане будут называть буквально исламская нация парадоксальная философски трудно обоснуемая но тем не менее она становится достоянием халифатистов самых разных крыльев и самых разных подходов еще в 1860 годах тот же Аль-Афгани предложил создать религиозно-политический альянс мусульман Афганистана Белуджистана Кашгара Бухары и Коканд разумеется для защиты можно вспомнить и другого пан-исламиста сирийского идеолога Абдаррахмана Аль-Кавакиби писавшего о деспотизме Аль-Кавакиби видел геополитическую сущность обновленного халифата в создании исламского союза вот сегодня мы уже от Аркадия Бенсоныча услышали идеи относительно Соединенных Штатов Европы у Соловьева а здесь мы видим Аль-Иттихад Аль-Ислами исламский союз который как полагал Аль-Кавакиби будет подобен Германской империи или Соединенным Штатам Америки ну и пожалуй последняя серьезная попытка воскресить традиционную концепцию халифата во всеобъемлющей полноте связана с именем замечательного египетского теолога и выдающегося правоведа Мухаммада Рашида Риды Рида по сути дела суммировал утопические халифатистские ценности очень поздно всего за два года до упразднения халифата Осман в 1922 году Мухаммад Рашид Рида издал свой трактат получивший широкую известность и вызвавший много критики Аль-Халяфа Ауль-Имама Аль-Узма халифат или верховный имамат любопытно или великий имамат как часто переводят любопытно что свои рассуждения об идеальных чертах халифата Рида сочетал с довольно важным предложением заменить османского султана тогда еще действовавшего на авторитетного дееспособного и высоконравственного араба Курейшита члена того же племени к которому принадлежал пророк более того в отличие от классической парадигмы средневековья мыслитель закрепил за халифом исключительно духовные прерогативы а его действия ограничивал волей специального совета полномочных выборщиков представителей уммы включая компетентных и влиятельных деятелей из числа исламской религиозной элиты то есть улама по сути в интерпретации Мухаммада Рашида Риды будущий халиф представлял собой своеобразный мусульманский аналог папы римского координатора духовных усилий правоверных в различных частях мусульманского мира если покинуть ближний восток и обратиться к британской индии то вопрос о судьбе халифата представлял очень серьезный интерес для местных мусульман и здесь можно выделить два идейных пласта во первых это идея халифата как средство отстаивания интересов мусульманской общины перед британскими колониальными властями и второй пласт это халифатская утопия как орудие самозащиты последователей ислама перед индусским большинством населения субконтинента здесь стоит иметь ввиду что мусульманская община Индостана была этнически гетерогенной регионально разобщенной и политически отличалась большой пестротой кроме того мусульмане Южной Азии были далеки и от конфессионального единства они принадлежали к различным толкам были суннитами и шиитами ориентировались на самые разные порой противоречившие друг другу братства исламских мистиков и аскетов турук суфийские братства но наконец после краха великих моголов исламская община Индостана утратила содействие верховного правителя мусульманина она стала все больше и все печальнее ощущать свое бесправие в среде индусского большинства которое к нему относилось самое мягкое что можно сказать неоднозначно а порой открыто агрессивно вместе с тем панисламская идея лежавшая в основе халифатистского движения открывала перед мусульманами Южной Азии довольно привлекательную возможность выйти за пределы субконтинента обрести известность в исламском мире и определить в нем в большом исламском мире свое место в этом контексте идеи панисламизма которые получили распространение в Южной Азии в конце девятнадцатого века и особенно ярко прозвучали в двадцатых годах уже прошлого столетия они оказали большое влияние на ум и настроение индийских мусульман они помогли им преодолеть комплекс периферийности в отношении центров мусульманской культуры они компенсировали им горькое ощущение утраты высокого статуса в самой Южной Азии у себя дома даже осознание численности своего представительства в мире ислама уже вселяло в индийских мусульманских лидеров надежду надежду на обретение достойного статуса в масштабах глобальной общины глобальной уммы неудивительно что мусульманские правители княжества регулярно регулярно делали богатые пожертвования на поддержание Мекки и Медины часто осуществляли хадж а в 1913 году в Южной Азии было создано общество Ходдамы Кааба то есть буквально слуги Каабы целью деятельности которого было сохранение в неприкосновенности Мекки Медины и Иерусалим но подлинным как его нередко называли апостолом халифатизма в Южной Азии по праву считался Абдул-Калам Азад один из крупнейших представителей мусульманской религиозно-философской мысли этого региона вехи биографии Абдул-Калам Азада служат объяснением его интереса к исламу на Ближнем Востоке он родился и провел первые 7 лет своей жизни в Мекке получил образование в Аль-Азгаре путешествовал по Арабскому Востоку много раз неоднократно он бывал в Турции и в Иране слыл знатоком арабской персидской литературы и имел очень глубокие познания общепризнанные познания вероучения и история ислама наконец он поддерживал многочисленные личные контакты с видными мусульманскими деятелями Египта Турции Сирии Палестины Ирака и Ирана ему принадлежит перевод на язык Курду Корана которого он снабдил обширными комментариями а также вот в Панданг уже перечисленным деятелям крупная теоретическая работа проблемы халифата и святыни ислама при его деятельном участии в 1919 году в Лакхнау состоялась первая общеиндийская халифатистская конференция и именно там было принято решение о создании долгоиграющей довольно организации всеиндийского халифатистского комитета доктрина пан-исламизма была заманчива не только для исламских мыслителей или рядовых мусульман но и для правителей мусульманских княжеств Южной Азии которые имели и деньги и авторитет и силу могли весьма серьезно посодействовать развитию этой идеи наибольшей поддержкой идеи пан-исламизма пользовались в крупнейшем индийском княжестве Хайдарабад а вслед за ним и в Рампуре Бхапале Наванагаре Калате и других княжествах сориентированных на правителя или Низама Хайдарабада который де-факто считался главой общины суннитов Индостат Низам Хайдарабада Осман Али Хан слыл не только приверженцам идей защиты прав османского халифа но и стремился во всем подражать османским порядкам а также с энтузиазмом следовал культурным стереотипам Османской империи увлечение Низама всем османским дошло до того что проявилось даже в матримониальной династической политике так например своего старшего сына Азама Азам Джаха он женил на османской принцессе Дуры Шахвар Султан дочери последнего османского халифа Абдул-Маджида вот здесь Азам Джаха и Дуры Шахвар с сыном а вот они же правда еще без ребенка с Абдул-Маджидом вторым с последним османским халифом следующего по старшинству сына Муазама он женил на проправнущке османского султана Мурада Пятого для Османа Алихана Османская империя как он сам выражался была образцом мироустройства вот даже вы знаете вот образец утопического мышления он планировал превратить огромную территорию своего княжества в независимое государство Османистан вот как выглядел Османистан на карте так называемых суверенных мусульманских государств Индостана сделаны в 1930 1933 году как видите прошло уже немало почти 10 лет после крушения халифата но идея кусочка Османской империи в Индостане по-прежнему сохранялась мы видим и будущий Пакистан и Бангладеш Бангистан на востоке Османистан это собственно и есть Хайдарабад и даже в верхнем правом углу вместо Индии мы видим Динейя перегласовка которая приводит к тому что речь идет не об Индии а о религии Дин настолько глубоко проникала эта идея в умы индийских мусульман дискуссии о самоопределении и политической консолидации мусульман после Первой мировой войны нашли отражение и на всеобщем исламском конгрессе за халифат который состоялся в мае 1926 года в Каире под председательством ректора мусульманского университета Алясха в обращении которое принял конгресс содержался призыв бороться за установление халифата но эти воззвания носили крайне расплывчатый характер позже проблемы восстановления и совершенствования институтов халифата рассмотрели еще две представительных международных конференции это конгресс исламского мира состоявшийся в Мекке в 1926 году и всеобщий исламский конгресс созванный в Иерусалиме в 1931 году мы со Светланой Алексеевной и Александром Львовной много занимаемся историей этих конгрессов в подробностях но практика проведения мусульманских конгрессов увы наглядно доказала ограниченность трансрегиональных если вам угодно общемусульманских устремлений у ближневосточных делегатов арабские приверженцы идеи возрождения халифата как правило видели в нем всего-навсего новое объединение арабских азиатских владений империи заметьте арабских азиатских даже Северную Африку они считали недостойной стать частью халифата такое стечение обстоятельств возможно объяснить тем что многие из этих делегатов были выходцами из исторической большой Сирии Беля-да-шам в силу этого они ощущали сходные эмоции неприятие общей для них османской государственной системы однако они не включали Египет и тем более Магриб в число исконно арабских земель заявляя что египтяне и магрибинцы это берберы древние египтяне потомки к арабам и к истинному исламу они не имеют никакого отношения не исключено что сирийские делегаты конгрессов руководствовались и средневековым предрассудкам согласно которому существует виртуальная граница не позволяющая ни одному халифу долгое время управлять и Египтом и арабскими землями в Азии или как я уже сказал они были уверены в том что магрибинцы это вовсе не настоящий араб между тем это парадоксально ведь общественная и теологическая деятельность ключевых идеологов халифатизма по большей части развертывалась как раз в Египте и получила в начале 20 века широкую известность и большой резонанс именно в Макрии а вот среди южноазиатских мусульман трансрегиональное понимание халифатизма напротив обрело подлинные права гражданства наиболее действенными продолжателями поддержки идеи халифатизма и дальнейшего налаживания связи с ислам миром привет в 20-е годы 20 века были братья Мухаммад и Шаукат Али халифатистский комитет Индии несмотря на отмену халифата продолжал свою работу и после 1924 года понимая что с отменой османского халифата движение потеряет свой смысл и свою основу Мухаммад Али и Шаукат Али объявили о новой цели индийских халифатистов поддержать ваххабитского лидера Абдул-Азиза Ибн-Сауда захватившего в конце 1924 года Мекку и Медину позже индийские халифатисты участвовали практически во всех конгрессах о которых я уже говорил выше но ни на Каирском конгрессе ни на конгрессе в Мекке вопрос о халифате так и не был включен в повестку дня заседания главной же целью провозглашалась организация обустройства священных для мусульман всего мира мест и урегулирование вопросов связанных с паломничеством позже братья Али начали искать в ближневосточном регионе альтернативу Ибн-Сауду и в 1929 году Мухаммад Али выдвинул предложение о Иерусалимском Верховном Исламском Совете идея создания которого позже воплотилась во всеобщем Исламском Конгрессе в Иерусалиме Одним из организаторов этого Конгресса наряду с палестинским лидером Амином Аль-Хусейном был и Шаукат Али в том числе И хотя результаты пан-исламских Конгрессов отнюдь не были выдающимися участие в них помогло организации контактов между мусульманскими общинами Индии и Ближнего Востока Шаукат Али вплоть до своей кончины в 1938 году считал своим долгом привлекать внимание мусульман на Ближнем Востоке к проблемам их единоверцев в Южной Азии Идею возрождения халифата и единения мусульман разделял Исейед Абуль Аля Маудуди основавший в Британской Индии фундаменталистскую организацию исламское общество Джамаата Ислами Идеи Маудуди особенно в конце его жизни и после его кончины стали очень востребованы за пределами Южноазиатского региона Какие мы можем сделать из этого всего выводы? На протяжении межвоенного периода все попытки мусульман Ближнего Востока и Южной Азии отстоять халифат и возродить институты халифата во вне османской среде оказались безуспешны Тем не менее Ближнему Востоку и Южной Азии принадлежит интеллектуальная инициатива в пересмотре роли халифата в мусульманской истории Бесспорно генетически эта инициатива восходит к пан-исламской и пан-османской политике султана Абдул-Хамида Второго Но региональные идейные движения на Ближнем Востоке и в Южной Азии которые ратовали за халифат Они выстроили свои ценности на обновленном религиозно-политическом мировидении Их идеологический лексикон сложившийся между войнами радикально отличался от исламской классики События Первой мировой войны и межвоенного периода показали что сберегать османский халифат безнадежно Именно он оказался самым уязвимым из всех мусульманских институтов признанных общин Военный крах и распад Османской империи привел к тому что халифат перестал требоваться жизнью И когда Ататюрк разрушил его и окончательно упразднил это произошло удивительно гладко и без особых затруднений Именно тогда широкомасштабный успех пан-исламизма от Марокко до Индостана столкнулся с противоречивой историко-культурной атмосферой С одной стороны исламские мыслители и политики приступили к поиску и утверждению идентичности родных регионов А с другой стороны ими двигало неосознанное стремление консолидации дара ль-ислам исламского мира на провинциальном страновом а то и глобальном уровне И в постосманскую эпоху переосмысление концептуальных оснований халифата пошло в очень стремительном темпе система средневековых ценностей все больше и больше уходила в прошлое халифатисты устойчиво связывали успешную эволюцию ислама исламской экумены с национальным возрождением регионов исламского ареала на этом позвольте закончить и поблагодарить вас за внимание спасибо большое Владимир Викторович Светлана Алексеевна Александра Львовна там уже есть вопросы к вашему докладу но вот через 20 минут мы приступим к обсуждению поэтому можете пока посмотреть и подготовить ответ уже на этот вопрос а сейчас мы переходим к Рустаму Мухаммадовичу Шукурову с докладом о византийской утопии монотеистическая альтернатива гемиста Плифона Рустам Мухаммадович доктор исторических наук профессор кафедры истории средних веков исторического факультета МГУ пожалуйста профессор Шукуров вам слово спасибо большое меня слышно все в порядке я хотел бы в первую очередь поблагодарить организаторов столь замечательной конференции за приглашение и за очень интересную организацию всего этого события вот стоит поучиться спасибо большое я хотел бы в каком-то смысле продолжить вот и выступление Аркадия Бенционовича и совместный доклад представленный Владимиром Викторовичем и представить еще один из проектов тоже на самом деле неудавшихся относящихся как бы к плодам византийского интеллектуализма ну проблема заключается в том что мы сплошь и рядом видим обвинения в отношении в отношении византийцев в нетворческом характере их интеллектуализма в неумении ставить новые вопросы по-новому как бы отвечать на новые вызовы времени ну причем разные исследования то есть это общее место причем общее место не только в общественном сознании но и общее место византийской науки византийнистике в самой которая может быть только вот последние годы начинает как-то преодолеваться вот эта вот идея о полном творческом бессилии византийской культуры разные исследователи относят начало стагнации византии к разным эпохам кто-то к 11 веку кто-то к 12 кто-то говорит о 13 и 14 но все эти рассуждения о нетворческом характере византийского интеллектуализма упираются в очень странную необычную фигуру Георгия Гемиста Плифона поздневизантийского интеллектуала весьма влиятельного в свое время оказавшегося учителем наставником целой плеяды византийских интеллектуалов который в общем-то предложил отменить христианство вообще вот о нем я хотел бы причем происходило это в конце 14 начале 15 века то есть формировалась эта его идея что чрезвычайно рано он не был атеистом но он был очевидно антихристианин Георгий Гемист Плифон как сейчас точная дата его рождения неизвестна но как сейчас полагают это примерно 1360 год умер он совсем незадолго до падения Константинополя до взятия Константинополя турками умер он вероятно не позже 1452 года где он родился неизвестно но очевидно что обучался он Константинополе и позже преподавал Константинополя однако видимо в конце 14 века в начале 15 века его по каким-то причинам из Константинополя выслали возможно что его выслали за его не совсем ортодоксальные воззрения и в начале 15 века в 1409 году примерно он всплывает в Мистри на Пелопонесе это византийский анклав на юге Пелопонеса который для этого времени вполне с культурной точки зрения интеллектуальной точки зрения вполне соперничал с Константинополем Несмотря на его неортодоксальность его экспертиза пользовалась востребованностью и скажем когда происходил Ферраро-Флорентийский собор в 1437 1439 годах собор призванный снять противоречия между Римом и Константинополем в богословских вопросах Плифон был приглашен туда в качестве участника греческой делегации для ее усиления тогда же происходит контакт Плифона с возрожденцами итальянскими с гуманистами на которых он производит совершенно неизгладимое впечатление тем что он выбирает сторону Платона в противовес Аристотелю вообще вообще он считается тем кто открыл итальянскому гуманизму итальянскому возрождению имя Платона и эта традиция имела большое продолжение в середине и во второй половине 15 века Платон начинает интересоваться начинает ее переводить он читал лекции о Платоне и читал лекции о том чем Платон отличается от Аристотеля и почему Аристотель плох и почему Платон хорош Аристотель он обвинял в том что тот атеистичен и рационалистичен если Платон говорит действительно о богословии о теософии Бог это божественное начало первое начало божественное это неотъемлемая часть концепции Платона, то для Аристотеля божественное начало, оно носит весьма инструментальный второстепенный характер. Это говорил Плифон. И это было потом подхвачено гуманистами-платониками позже. Все это происходило на втором этапе Ферраро-Флорентийского собора, именно во Флоренции. И одним из его почитателей был знаменитый правитель Флоренции Козим Медич со всеми вытекающими последствиями. Перу Плифона принадлежит множество сочинений, как, скажем, тесово-богословского характера, так и сугубо богословского характера, написанных в рамках христианского богословия. О его собственной киосовской концепции мы знаем немного, поскольку первый, после его смерти сразу же, первый православный патриарх Константинополя Геннадий Схалай сжег его центральный труд, а именно его книгу законов, в которой он излагает и свою теософию, и ее социальные последствия, то есть социальное устройство общества, как оно ему виделось. Причем вот социальной части его концепции повезло меньше, поскольку Схалай сжигает его книгу, а это для Византии, в общем-то, не уникальный, но весьма редкий прецедент. И Схалай для будущих поколений, объясняя, почему он сжигает эту книгу, приводит достаточно обширные цитаты из нее, как бы в оправдание себя, что вот это вот нельзя было не сжечь. И социальная сторона дела. Схалай интересовала меньше, и поэтому о его социальной доктрине, которая, в общем-то, намного проще и предсказуемее, нежели его теософия, мы знаем намного меньше. Ну, слава Плифона в Италии была настолько велика, что знаменитый авантюрист и командир из римни Сиджизмондо Малатеста, проведя, проводя в 1464 году операцию на Пелопонессе, специально взял мистру с тем, чтобы эксгумировать прах Плифона и перевести его в римни. И останки Плифона сейчас находятся в римни, благодаря Малатесте. Итак, если мы говорим о его теософии, в первую очередь, то есть у меня будет план следующего характера, значит, в моем выступлении. То есть мы сейчас поговорим о его теософии, пара слов о его социальной доктрине, а потом мы поговорим о возможных источниках этой системы. Вопрос совершенно неразрешенный, неясный вопрос до сих пор. Плифон предпринял попытку, как я говорю, создать целостное учение, отражающее богоданную изначальную истину, которая регулировала бы все сферы человеческого бытия от религиозных верований и ритуалов до культуры и социальной жизни. Хотя христианские и мусульманские современники-мыслители квалифицировали его систему как языческую, религия Плифона типологически была монтеистической, как я сейчас покажу. Однако, в отличие от иудаизма, христианства и мусульманства, особое место в ней было отведено духовным силам и тонким материям Вселенной. Скажем так. Согласно Плифону, Вселенная возникла в результате эманации из духовного первоначала, из высшего божества, некой сущности, которая сообщала качество духовного первоначала всем остальным низшим феноменам. Происходит таким образом развертывание или саморазвертывание Бога. Бог создал Вселенную через более близкую к своей природе демиургическую субстанцию. И эта субстанция, взяв за образец сверхчувственный мир, создала чувственный мир. То есть вполне платоническая схема. Как говорит сам Плифон, сущность всех вещей делится на три порядка. Сначала природа одна и та же, и существенно неизменно. Затем идет природа, которая постоянно и подчинена изменению во времени. И, наконец, следует приходящая природа. Но что самое интересное, Плифон персонифицирует эти разряды бытия в тереминах греческого пантеона. Причину всего сущего, само бытие, как наиболее общую категорию, он называет Зевсом. Демиург для него – это Посейдон, которого он мыслит, как дающего форму. И приходящая природа сотворена и олицетворена Кроносом и Гелиосом. Далее я приведу несколько примеров хода его мыслей. Проположим, Гера у него персонифицирует материю и множественность форм. Аполлона и Артемида персонифицируют идеи тождества и различия. У Посейдона, у Демиурга было множество детей. Причем законные его дети – это вечные категории, а незаконные дети – это смертные феномены вроде людей, растений и так далее. Носителем идеи человеческой бессмертной души является Плутон, а идеи смертной человеческой плоти – кора, ну и так далее. То есть весь греческий пантеон, который мы знаем из мифологии, превращается в философские категории, в теософские категории. Таким образом, Плифон, не подвергая сомнению истинности монотеизма, как такового, пытался преодолеть упрощенный манизм современных ему монотеистических религий и разработать более сложную теософию науминального мира. За отправную точку и теоретическую основу была взята платонская философия, причем концепция Плифона, видимого и невидимого мира, значительно отклонялась от христианской, скажем, и мусульманской ортодоксии. Плифон выдвигает многоуровневую модель, которая, в отличие от христианства, ислама или иудаизма, гораздо более четко категоризировала множественность отдельных духовных сущностей или же сил. И эти силы находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, с человеком и с первоисточником. Эпостемиологический подход Плифона тоже весьма интересен и был еще одним важным моментом, который приводил его к конфликту с господствующими формами монотеизма. Плифон провел своего рода историко-генетический анализ, доступный философской традиции, стремясь к исконной мудрости, абсолютной древности, которой бы была гарантией близости этой мудрости к источнику, источнику всех мыслей, то есть к первоисточнику. Почему это было для него важно? То есть вот эта вот изначальная мудрость – это то, что мы получили от первоисточника, то, что человечество получило от первоисточника. И еще и эта первоначальная мудрость не омрачена заблуждениями последующих поколений. И христианских богословов, особенно свято-отеческую традицию, он называл новыми софистами, которые извращали эту истину, которые внесли вклад, скажем, в извращение этой истины. Что интересно, такая изначальная истина была обнаружена Плифоном вне семитской библейской духовности, а именно в доктрине древнейшего персидского мудреца Зараастра, учение у которого, по словам Плифона, восходит и пифегорейство, и платонизм, и последующие греческие традиции. Хотя христианское богословие тут не было чуждым платоническим и неплатоническим традициям как таковым, христианская ортодоксия не могла принять ни интерпретацию платонической космологии Плифоном, ни те эпистемологические процедуры, которые привели Плифона к наделению платонизма статусом священной и извечной мудрости. Как мне видится, Плифон стремился описать мир таким, как он есть, таким, как он его видел, не страшась собственных открытий, даже если они вступали в противоречие с взглядами, преобладающими в обществе того времени. В этом смысле Плифон обладал исключительно интеллектуальной честностью и бесстрашией. Духовные поиски привели его к формулированию элементов по существу новой монотеистической религии, с ее собственной теологией и литургией, отличной от христианства, ислама и иудаизма. Ну, если мы говорим, скажем, о том, что нам известно о последствиях социальных и ритуальных его идеях, предположим, его литургия, она как бы превосхищает протестантскую и чем-то похожа на мусульманскую. Священничества как такового нет, по крайней мере, о нем он не пишет подробно, то есть в тех текстах, которые сохранились от него. Возглавляет обращение к богам любой, кто выдается возрастом или своим знанием, как он говорит. Храмом может служить любое место под открытым небом, очищенное от экскрементов и человеческих останков. Опять вспоминается ислам. Молитвы, они в форме гимнов, которых он написал несколько, и на самом деле эти гимны, причем гимны разным божествам, то есть разным космическим силам, это будет вернее, так сказать, в контексте Плифона. И эти гимны, они засчитываются в определенные дни, календарь у него лунный, как бы соответствующий древнегреческому, но при этом, опять же, напоминающий исламский. Сама молитва простая, это просто преклонение колен, воздевание рук, троекратный прескинез, то есть низкий поклон. Если говорить о его гимнах, то это, наверное, наименее интересный раздел его творчества. Они носят несколько искусственный характер, и какого-то мистического горения в них обнаружить сложно. Его, похоже, там не было, они очень инструментальны и вполне банальны. Ну, если говорить о его социальной доктрине, то очевидно совершенно, что он ссылается в этом на Платона, но о ней мы знаем меньше всего. Он считал, что общество должно быть разделено на три касты, те, кто работают, те, кто обеспечивают эту работу вроде поставщиков услуг и купцов, и высшая каста – это администраторы, интеллектуалы. Я хотел бы тут более подробно остановиться на, пожалуй, наиболее экстравагантной стороне теософской системы Плифона, именно на его персидских реминистенциях. Плифон Терум в своем поиске универсальной изначальной и вечной доктрины не только проблематизирует, но и концептуализирует идею персидской мудрости как источника неотъемлемой части исконной греческой мысли. Согласно Плифону, из всех тех мудрых людей, чьи имена мы можем помнить, как он говорит, Зороастр был старейшим и, следовательно, самым правдивым мудрецом, философом, толкователем истинных учений, а также старейшим и лучшим законодателем. Учения Зороастры, Пифагора и Платона были столь же древними, как и мир, воплощая мудрость в существовавшуюся в запомянных времен среди людей. Однако из Зороастры, Пифагора и Платона именно Зороастры был наиболее древним, для него это было принципиально. Платон получил учения Зороастры от пифагорейцев, а пифагорейцы получили это изначальное учение от неких магов-волхвов, которые были учениками Зороастры. Более того, у него есть и прямые параллели между его теософской системой и учением Зороастры. Говоря о трехчастной природе бытия, Плифон отмечает, что согласно Зороастру, первопричина его, первопричина бытия – это Ахурамазда. Это вечное верховное божество, причина всего и существо вневременное. Далее следует Митра, существующий хотя и во времени, но существующий вечно. И, наконец, Ахриман – сущность временная и смертная. Плифон неоднократно подчеркивает, что Зороастр и Платон абсолютно согласны друг с другом и согласны с излагаемыми им идеями. Что примечательно, Плифон явным образом олицетворяет мудрость Зороастры и магов как национальную греческую традицию. Богословие Зороастры и Платона говорит об одних и тех же божествах, которые были известны древним грекам под традиционными греческими именами. Для Зороастров, соответственно, эти божества были известны под другими именами. Но это те же самые божества. Плифон утверждает, что Зороастрические учения превосходят все другие доктрины по точности, а также являются нашим греческим исконным учением. Ну и так далее. Мухаммадович, у вас еще пару минут осталось. Да что вы говорите? Извините. Хорошо. Еще при жизни Плифона возникали сомнения в оригинальности его учения. И его современники обвиняли его в том, что это учение было воспринято им от некого Елисея, еврея, который был силен в аристотилизме и который вот как раз таки и направил Плифона. Не совсем понятно, какая связь между аристотилизмом этого Елисея и антиаристотилизмом Плотина, извините, Плифона. Но это объяснение казалось достаточно его современным. Что касается современных исследователей, то попытки были сделаны разработать обе линии. То есть и линию еврейскую, что он воспринял это от неких еврейских учителей, которые были в это время на Балканах, либо при Османском дворе, либо в самой Византии. Но поскольку то, что мы знаем о еврейском интеллектуализме того времени в северо-восточном, скажем, Средиземноморье, у Плифона нет ничего этого. И тогда исследователи двинулись в сторону исламскую, искали параллели в исламском пространстве. Этому посвящена огромная литература, но доказательств прямых нет о том, что у него была какая-то связь с исламскими идеями, с какими-то исламскими текстами. Завершаю. Буквально пару предложений. Заканчивая, я хотел бы сказать следующее. Судя по всему, идеи Плифона все же не имели никакой прямой доказательной связи ни с исламской традицией, ни с еврейской традицией того времени, но и проистекали скорее из такого выброса культурной памяти самих греков, самих византийцев. Плифон просто внимательно читал греческую традицию, сохраненную византийцами, которая действительно рисует эту линию связи между Пифагором, Платоном и изостроительской области. Спасибо. Я на этом, наверное, закончу. Спасибо большое, Рустам Мухаммадович. И у нас сейчас есть некоторое время для обсуждения. Давайте мы для начала попросим Владимира Викторовича с коллегами ответить на вопрос, который уже есть там в чате. Скажите, пожалуйста, кроме ИГИЛ, есть сейчас реальные попытки воплощения халифата как исламской утопии? То есть какая сегодня ситуация? Если позволит, коллеги, я бы, наверное, начал. Я не сталкивался с ситуацией, о которой повествуется в вопросе. ИГИЛ, по крайней мере, являлась проектом, который был предназначен стать реальным государством. Да, как бы государством в политическом, социальном, культурном смысле слова. Другие проекты такого рода и такого класса мне неизвестны. Может быть, коллеги меня дополгут. Хотела бы дополнить, если позволите. Не слышно? Да, Александр. Хотела бы сказать, что идеи, перекликающиеся с тем, чему был посвящен доклад, мы можем отследить на территории Южной Азии. Но прежде всего не в республике Индия, а в соседнем Пакистане, который возник после 1947 года на территории бывшей Британии Индии. Но известно, что халифатисты в Британской Индии выступали против идеи Пакистана. Вообще, как бы недолюбливали Джину, который был очарован Ататюрком, могильщиком халифата, по сути дела. Они считали идею Пакистана, Пакистан своего рода резервацией для мусульманных территорий Южной Азии. И хотели большего, вплоть до реставрации статуса мусульман времен Великих Могулов. И они продолжили свою деятельность после образования Пакистана, что, в общем-то, несколько даже вразрез шло с той идеологией, которая в пакистанском государстве превалировала. И выделяется целый ряд деятелей. В частности, очень интересным продолжателем идеи трансформированного халифата является халифатист, как его можно назвать уже в условиях развития Пакистана, Кали Кузаман, который выступал с идеей создания федерации мусульманских стран, исламистана, как бы в противовес Пакистану. Пакистан должен был раствориться вот в этом исламистане. Он был инициатором проведения международных исламских конференций, некоторые из которых состоялись в Пакистане. И таким образом идеи пан-исламизма они получили и в современном Пакистане достаточно широкое распространение. Но думаю, что безусловно, идеи халифатизма владели и умами исламских лидеров стран, скажем, Юго-Восточной Азии. То есть вот этот ареал не Ближневосточный, он дает нам примеры желания создания некоего такого пан-исламского государства, такого надгосударственного конфедеративного образования. Спасибо. Владимир Викторович, хотите что-то добавить? Нет, спасибо, я уже высказался. Может быть, Светлана Алексеевна как-то? Я просто абсолютно согласна с Владимиром Викторовичем, потому что у нас очень интересная такая общая тенденция, которую мы уже давно отрабатываем с Владимиром Викторовичем. Когда центр арабского мира молчит, Айкумена начинает говорить. И это крайне типично. На 18 веке основное сердцевин арабского мира практически не высказывается, а вот эти выходные реформы получают очень такое экспансивное динамическое развитие на дальних окраинах. Здесь та же самая картина. ИГИЛ, да, но, естественно, пан-исламский идея продолжает жить на уровне международных организаций, но это в основном риторика. Единственная попытка, так сказать, это делать, воссоздать в реалиях, это как раз то, что Владимир Викторович сказал. Больше других примеров я просто привести не могу. Если кто-то вдруг мне подскажет, я буду рада. И очень рада за наши, я имею в виду в мире и славу, дальние окраины, которые прекрасно реагируют на эти самые идеи. Хотя, в общем, Патистан не совсем дальняя окраина, но, тем не менее, в общем, там тоже эти идеи продолжают жить. Так что вот пока вот такая ситуация. Спасибо. Патистан Мухаммадович, у вас есть комментарий, да, я вижу. Спасибо большое. Да, я хотел бы поздравить Светлану Алексеевну, Владимиру Викторовича, Александру Львовну с замечательным докладом и очень концептуальным. Вы знаете, у меня появилась такая идея. Туда, возможно, в вашу концепцию, в вашу палитру можно было бы добавить Бухару, а именно Бухарскую Совет, Бухарскую Народную Республику вот после 20-го года. Ну и до 20-го года Младобухарское движение, оно все ориентировалось на Стамбул. И, скажем, такая личность, как Фитрат, основатель этого движения, один из основателей этого движения Младобухарского, именно политического, идеологического и идеологополитического движения. Он долгое время провел именно в Стамбуле и обучался этому в Стамбуле. Ну и дальше, понимаете, когда это правительство образовалось, там появляется НВР Паша, который в очень тесном контакте с бухарским правительством восстает против русского большевистского протектората над республикой. И, если я не ошибаюсь, он объявляет о создании халифата. По крайней мере, на его печатях он пишет, что он взять халифа и потомок пророка. В смысле, на своих официальных печатях. Так что, может быть, это еще одно из проявлений этой идеи халифата в 20-х годах, 20-го века. Спасибо. Огромное спасибо. Большое спасибо, Рустам. Да, это отличный трек добавочный. Я, может быть, добавлю от себя еще вопрос вслед этому, что были ли какие-то движения вот такого типа, скажем, на территории Российской империи или там вот на Кавказе или Средней Азии, или сегодня есть ли какие-то такие течения среди мусульман Российской Федерации или окружающего нашего региона? Да, безусловно, есть. И были, и, собственно говоря, даже есть работы по этому поводу. Мы как раз перспективно собирались направлением тоже заняться. Но вот для начала хочу сказать, что, скажем, например, индийские халифатисты в 20-е годы оказались на территории Советского Туркестана. Они совершали в знак протеста против британских властей исход хиджро в страны соседние, мусульманские, где британского владычества не было. И таким образом они как бы переходили границу, оказались на территории Советского Туркестана. Там проживала община российских халифатистов. Оттуда они посылали своих представителей в Казань, в Москву. И, собственно говоря, как бы они имели с советским правительством и с руководством Советского Туркестана. Это очень интересная тема. Она, конечно, нуждается в отдельном раскрытии. Если позволите, я бы спросил то, о чем, собственно, начало уже говорить Александра Львовна насчет сходства между проектом Соединенных Штатов Европы и теми проектами, которые существовали в Азии. Было ли это просто типологическое сходство или было все-таки какое-то влияние европейского проекта на исламский проект? Здесь, конечно, нужно привлечь фактуру конкретную, чтобы не умозрительно, не гипотетически этот вопрос о фундированном. Думается, Аркадий Бензонович, что вы наметили очень интересное направление, и его нужно прозондировать, нужно изучить. И я думаю, надеюсь, что мы это осуществим и расскажем о своих изысканиях впоследствии. Спасибо. Я хотел с вашего разрешения буквально добавить в отношении вопроса очень хорошего Семена Георгиевича. У нас в планах следующий мы сейчас только что сдали буквально неделю назад статью, посвященную Каирскому конгрессу. И, естественно, следующий у нас как бы экологический по логике. Это работа, которая будет посвящена, собственно, попытке реализации феофальтистских идей, естественно, не удавшейся, но тем не менее отрицательный результат, тоже результат. Это Мекканский конгресс и обязательный субстрат вот этого исследования – это участие российской, российской, советской делегации, делегации Советского Союза и вообще позиции советских мусульман по отношению к этого рода форму, которая была, в общем, очень неоднозначная. Так что, да, в этом направлении, так сказать, вектор, направленный в нашу сторону, он у нас есть, он у нас, так сказать, при полном свете дня и мы его все время держим. Я бы хотел еще, если можно, добавить, что удивительным образом совпало. Я не знал в Иерусалимском конгрессе, о котором шла речь в вашем докладе. Да, как же. Это третий будет. Просто это вот слово, слово тот Иерусалимский конгресс, который предсказывает, собственно говоря, Соловьев в своих трех разговорах. То есть вот, опять-таки, у него тоже Иерусалимский конгресс, который должен привести к объединению всех христиан. А здесь как бы Иерусалимский конгресс, который приводит к объединению мусульман. То есть просто... Да, очень интересная идея та, что вот оба, Каирский конгресс и Миканский, они, по сути дела, не привели к каким-то весомым результатам. И мусульмане уверовали в то, что именно в Иерусалиме может произойти что-то судьбоносное. Судьбоносное. То есть вот такая вот удивительная последовательность истории между романом и жизнью, между утопией и реальностью. Я хотела... Коллеги, если можно, если можно, я бы тут небольшое добавление, когда мы говорили о бухарских халифатистах, вообще я бы добавила сюда и Афганистан. Известно, что в начале 20-х годов именно Амануллахан видел себя в качестве будущего халифа-мусульман. И его в этом отношении поддерживали активно бухарцы. Мне кажется, это тоже может быть отдельным сюжетом, в общем, представляющим для вас определенный интерес. Спасибо большое. Большое спасибо. Это крайне интересно. Мы над этим, безусловно, будем думать и работать в этом направлении. Спасибо, Дамас. Есть еще вопрос к Рустаму Мухаммадовичу от Артемия Стрелецкого. Каковы были источники Плифона о философии зороастра? В какой мере учение зороастра по плифону соответствовало учению самого зороастра? Спасибо большое за такой вопрос. Правильный очень вопрос, хороший. Ну, в общем-то, можно считать доказанным в науке, что все сведения об учении зороастра, которые мы видим у Плифона, они им восприняты из сугубо греческой традиции, а именно из плутат. То есть зороастр Плифона не имеет никакого отношения к зороастризму, как мы его знаем. Это сугубо греческий конструкт. И он в этом отношении не придумал ничего нового. Он просто внимательно читал прежнюю традицию, в первую очередь Плутарх. Спасибо. Спасибо. Вроде бы у Ирины Игоревны был вопрос. Спасибо большое. Вы знаете, даже не столько вопрос, сколько впечатлений от всех трех докладов. Если можно сейчас это? Конечно, конечно. Спасибо большое, потому что все три доклада об очень разном материале, но мне показалось, что мы имеем дело здесь с каким-то общим культурным явлением, культурным и интеллектуальным явлением, о котором мне хотелось порассуждать, поделиться с вами и очень коротко своим наблюдением. Мы имеем дело с политической философией во втором докладе, с исторической философией в первом докладе и с теософской философией в третьем докладе. И все три идейных модели, которые предлагаются нам этими философиями, в каком-то смысле являются попыткой преодолеть эмоциональную составляющую, такое, я бы сказала, когнитивного несогласия с происходящим. То есть это философии, которые рождаются в попытках преодолеть страх, преодолеть эмоционально очень некомфортное состояние, которое при помощи выброса, как сказал Рустам Хаманович, происходит такой выброс культурной памяти. В случае с Соловьевым, видимо, он уже не мог найти в культурной памяти никакой силы, никакого могущества, и тогда включается какой-то другой механизм, и происходит, включается какая-то интуитивная сверхпамять, то есть мистический опыт какой-то подключается, и происходит вот этот прорыв и моделирование новых интеллектуальных запросов и попытка преодолеть то, что не устраивает. Вот мне кажется, мы в своих научных студиях современных недооцениваем пока вот этот эмоциональный компонент когнитивности, и я хотела об этом сказать, все три доклада истинное наслаждение, спасибо большое. Спасибо, Ирина Викторовна. Я бы сказал, что на самом деле все совершенно правильно, то есть ситуация накануне падения Византийской империи, ситуация после падения халифата, ситуация накануне грандиозных потрясений 20-го столетия, ситуация накануне падения, собственно говоря, независимости греческих полюсов и заката Афин, то есть все это ситуации фантастического кризиса. И в этой ситуации у Платона возникает аллюзия, с одной стороны, к египетскому кастовому строю, с другой стороны, к Спартии и Криту. У Плифона, который, собственно, и есть Платон, это мы произносим Плифон византийский, а он на самом деле Платон, да? У него возникает аллюзия к Платону, у исламских деятелей у них возникает иллюзия, понятно, куда. То есть назад и вперед одновременно. Наше прошлое есть наше будущее, да? То есть попытка с помощью прошлого спасти будущее. Утопии всегда удивительно консервативны, даже когда они либеральные утопии. Вот, вот, спасибо огромное. Спасибо, Аркадий Бенционович. Мне кажется, замечательно. Психологи говорят, что человек, в принципе, не способен любить то, чего он не знает. Спасибо. Спасибо, Ирина Игоревна. И Аркадий Бенционович, замечательно подвели некоторый итог нашему обсуждению. Я очень рад, что мы не только подвели итог некоторым исследованиям, но и поговорили немножко о планах дальнейших исследований. И я надеюсь, что мы через некоторое время проведем еще одну конференцию на эту тему и заново поговорим уже и о новых исследованиях на эту тему. Спасибо. И тогда мы сейчас отправляемся на совсем маленький перерыв. И в два часа у нас уже следующая сессия. Спасибо всем участникам и всем, кто нас слушал. Спасибо. До встречи. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.